Добрый день! Сегодня небольшая головоломка. Производитель даже не посчитал, что нужно для нее сделать коробку. Хотя, возможно, это сделал продавец, не знаю. В общем, это завернуто в такой вот пакетик, залеплен скотчем. Как видно, это бочка 3х3х2. То есть, вот нормальный кубой 3х3х2. Или вот. Это производство Lanlan, это производство Fangsin. Это тоже Lanlan. То есть, по идее, должно быть что-то похожее на это. Давайте откроем. И вот перед нами бочка двухслойная. Вращается. В принципе, вращается, похоже, на этот кубой. Конечно, уже притертый. Именно на нем я занял третье место на чемпионате в Москве. В этой дисциплине. Да, производитель явно одинаковый. То есть, меня с этим точно не обманули. Что мы видим? Мы видим здесь такие же элементы креста. Но углы, они получаются двухцветные. А если здесь они были трехцветные... То есть, белый, оранжевый, синий. А это просто белый, синий. Ну, как на обычной бочке. Вот обычная бочка. Расцветка, мы видим, должна быть такая же. Белый вниз. Да. Разцветка, как на обычном кубике Рубика. Ну, вот в трехслойной бочке, то есть, в шипе обычного кубика 3х3, и в мельнице было очень важно соблюдать порядок вот этих цветов. То есть, вот центр оранжевый, и слева от него должно быть вот это оранжевое ребро. Иначе просто потом выпадал паритет, который не решался. Здесь же, я думаю, можно будет и так, и так собрать. Поэтому давайте перемешивать. И разберемся на практике. То есть, изначально у нас расцветка типовая. Белый, красный, зеленый, оранжевый, синий. Мешаем. Собираться будет так же, как кубой 3х3х2. Форму эта головоломка не меняет. Вот как-то вот так. Допустим, мы замешали. Собираем крест. Белый, красный, зеленый, оранжевый, синий. И у нас оранжевый был слева от ребра. Поэтому давайте попробуем так же и поставим. Вот оранжевый уголок. Слева от ребра. То есть, нужно поставить его вот сюда. Не так удобно, как на классическом кубой где-то делается. Но вполне делается. Ставим синий. Следующий. Красный. Ну и зеленый. Так. Теперь я сначала расставляю по местам углы. К примеру, совместим зеленый с зеленым. Какой-нибудь на месте еще есть. Нету. Здесь это, наверное, чуть посложнее будет, да? У нас сейчас на месте оранжевый угол и синий угол. Давайте попробуем переставить вот эти два. Посмотреть, что получится. Так. Что у нас получилось? Да, действительно, все уголки стоят по местам. Ну и остается переставить ребра. И у нас, ну, притетная ситуация, так называемая. Нужно переставить зеленый и синий. Теперь 2у2 нам поможет. И как бы кубовид собрался. Давайте теперь попробуем собрать вот этот оранжевый уголок справа от этого ребра. Я думаю, что это тоже получится. Где у нас? А, сломал. Ага. Немножко не так сделал. Ну да ладно. Давайте начнем с синего. Синий поставим справа от синего ребра. Делаем. Так. Вылезает красный. Ставим красный справа. Зеленый. Так. И оранжевый. Вот что у нас получилось. То есть мы собрали нижний слой. Не в том порядке. А если посмотреть на стандартную бочку, то вот синее ребро, слева угол. Синее ребро, тут справа угол. На трехслойной бочке это привело бы к нерешаемому паритету. То есть пришлось бы пересобирать. Посмотрим, получится ли собрать на двухслойной. Что у нас тут есть. Синий и красный углы стоят на местах. Поменяем зеленый и оранжевый. Так получается. Углы стоят на местах. И теперь надо переставить много раз ребра. Я знаю алгоритм для вот этой ситуации паритетной. Для обычного кубоида. Здесь его делать сейчас не решено. Но сделаем постепенно. То есть поменяем какие-то два противоположные для начала. Наверное. Можем. Не знаю. Ну давайте сделаем что-нибудь. R2, R2, R2. Так. Что у нас получилось. Не очень легко ориентироваться, если честно. Что углу, что ребро выглядит со стороны почти одинаково. Единственное, что угол просто шире. Вот углы на месте. И на месте у нас одно ребро получилось. Одно ребро. Давайте поменяем местами вот эти вот тем же алгоритмом. Так. Так. И что у нас получается. Углы на месте. Оранжевые на месте. А зеленые на месте. Остается переставить два ребра. Вот это и вот это. То есть если мы возьмем обычный 3х3х2, то у нас вот эта вот ситуация получилась. Ну и ее решим одним алгоритмом. Все правильно, что ничего не путаю. Да. Вот углы на месте. А вот эти ребра надо переставить. Ладно, сейчас не ошибиться. И что мы видим. Бочка собралась. Несмотря на то, что мы собрали вот эти уголки не с той стороны. Но все потому, что на кубоиде 3х3х2 легко решается вот этот паритет. Который на трехслойной головоломке, на шипоте кубика 3х3 привел бы к затруднениям. Здесь же все легко и просто решилось. Ну, в этом и есть отличие. Ты бочковидного кубоида от обычного кубоида 3х3х2. Да, я предпочитаю назвать головоломку именно 3х3х2. Хотя чаще это делают 2х3х3. Ну, мы так его называем на сайте дополнительную дисциплину. И мне кажется, так его проще отличать от кубоида 2х2х3. 2х2х3. 3х3х2. Мне кажется, так удобнее. Вот такой вот интересный кубоид. Это не новая головоломка. Просто случайно увидел, за компанию купил. Так что для коллекции пусть лежит, пусть будет. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok